Привет всем! Как вы уже догадались по названию, я наконец-таки дочитала «Вокзал потерянных снов», книгу, которая мне пришла в книжном сюрпризе от Лены. А вот она, кстати. Книжку забыла показать. Ссылочка на канал Лены будет внизу в описании. Проходите, познакомьтесь с такой прекрасной девушкой, которая подарила мне, кстати, не только эту книгу, но это будет потом, а пока что о «Чайном евель. Вокзал потерянных снов». Знаете, все свои эмоции я могу описать всего несколькими фразами. О боже, что это было? И я хочу еще однозначно. «Вокзал потерянных снов» — это мое первое знакомство с жанром стимпанк, но точно не последнее. У меня вот до сих пор похмелье, и мне не помогут даже Гоголь. Наверное, многие знают, о чем сиеотворение. Оно достаточно... Оно... Господи... Эта книга достаточно популярна, и многие ее уже читали, и еще больше о ней говорили. Но для тех, кто по каким-то причинам еще до нее не добрался, или как-то ее откладывают, боится ее, я все-таки немножечко расскажу. Главный герой этой книги — Айзек. Это ученый, который на протяжении всей книги пытается изобрести кризисную машину. Что это, не буду объяснять, я не буду позориться в своих познаниях физики и всяких таких вещей. Еще Айзека всю книгу сопровождают достаточно много разных героев, очень интересных героев. Например, Ягорик, Бескрылый Гаруда — это поместь человека и птицы. И вообще, Чайна Мьевель в своем мире создал достаточно много таких странных, на первый взгляд, существ. И сначала они мне были даже такими какими-то отвратительными, слегка. Вот, например, девушка у Айзека — это женщина, ну как бы человек с головой жука. И на первых же страницах книги нам показывают интимные отношения жука и человека. Вот, серьезно, это было просто... Как бы на тебя сразу вываливают вот эту всю грязь. И ты думаешь, блин, как я это буду читать дальше. Но за 40 страниц, всего за 40 страниц, я втянулась, да настолько втянулась, что я уже не могу жить без нюкробензона, без кактусов, без жуков, без всяких непонятных существ, к которым я уже привыкла, к которым я уже полюбила. И сейчас у меня реальная ломка. Несмотря на мой вокзал, я книгу читала долго, целый месяц. В книге очень много всевозможных описаний ландшафтов, описаний технологий, описаний героев, рас, всевозможных, вообще всевозможных описаний, которые только бывают, они здесь есть. И мне, как правило, всегда скучно такое читать. И в других книгах я это или просматриваю так быстренько, или так думаю, о боже мой, когда это кончится. Но здесь я вычитывала каждое предложение. Мне было интересно. Серьезно. Или же я таким образом пытаюсь оправдать свою плохую технику чтения, возможно. А в конце нас всех ждет сюрприз. Да. Вот это было что-то с чем-то. Я все варианты, ну как все, многие варианты как бы думала, предполагала в многих вариантах, но о таком я не подумала. Это такое банальное решение, банальная развязка, банальная причина, но я об этом не подумала. Я почему-то думала лучше немножечко об этом герое, а в итоге получилось вот так. Я думала об убийстве, о краже, о всяких там, но об этом не подумала. Да. Я не знаю, кому бы смогла не понравиться эта книга, потому что она волшебная. Я ее называю волшебной не потому, что это такая какая-то сказочка, прям все такое сказочное. Несмотря на то, что здесь много всяких омерзительных, отвратительных деталей. Не во всех книгах вам будут столько подробностей давать о человеческой физиологии и всякого такого. Но несмотря на это, она все равно для меня волшебная, потому что она такое воздействие на читателя производит, прямо погружное, погружное полностью с головой, с ушами, с ногами и с тапочками вместе. Здесь огромное количество деталей, все прям очень детально описано. И также очень большое количество героев. Даже самый придирчивый человек и человек, который вообще не любит фантастику, прочитав, я думаю, все равно найдет какого-то своего любимчика. Вот у меня, например, любимый герой – это паук по имени Ткать. Люблю я всяких странных насекомых, рептилий, животных и что-то такое экзотическое. На этом буду заканчивать. Я знаю, что я ничего и не сказала, ничего вообще толкового не сказала вам. Но знаете, что я заметила? Такую вот штуку. Чем больше книга мне нравится, чем больше у меня эмоций, тем меньше я могу эти эмоции воплотить в слова. Блин, такой парадокс почему-то. А я буду ждать продолжение книги, я буду ждать две следующие книги «Шрам» и «Железный совет», которые будут приблизительно где-то через две недели. Я буду две недели страдать, я ничего не могу читать. Я прочитала Гоголя. Да, мне понравилось, он мне зашел хорошо, но я все равно не отошла. Я хочу еще. Я жду «Шрам». В электронке читать тоже не хочу, хочу держать в руках. Они такие красивенькие, эти книжечки. И вообще ужас. Книга по лапе енота у меня тоже не идет. Хотя она маленькая по сравнению с «Ньюкорбинзоном». Почему я ее называю «Ньюкорбинзон»? Не знаю. Я надеюсь, что все-таки книжечки мне дойдут. «Шрам» и «Железный совет». Вроде правильно я назвала вторую книгу, третью точнее по счету. Ладно, спасибо, что были со мной. Простите, что так коротко и сумбурно, непонятно. И вообще не знаю. Она мне настолько понравилась. И вроде так много эмоций, но я ничего не могу сказать. У меня все здесь, здесь, а на словах ничего. Ну что ж, спасибо, что были со мной. Пока. Например, яголик. Это бескрылый гар. Здесь огромное количество героев. Здесь огромное количество деталей. Вообще все очень детально описано. И также огромное количество героев. Такое сложное слово. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. 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 Продолжение следует...